Кэштон! Кэштон! И у Сани новый телефон. Будешь хвастаться, Сань? Нет, это что каждый раз без нового телефона. Саня хвастаться не хочет, но есть у него уже телефон, он на связи и на интернете. Так что комментарии читает. Плохие комментарии за него не пишите, правильно, Сань? Вот получается сколько осталось гранатсела, ну сколько тут, оно может больше тонны, это было 10 тонн, Ну осталось вот это вот. Как раз пойдет сюда на отмостки. Друзья, дюркам нашим уже три недельки. Давай туда, давай от мамки пищи. Туда. Ох уже! Пищи пищи. Вот мамульки. Три недельки, ну вроде бы ничего, нормально. А так водичку инсталлю с гиркой внутри кастрюльки, чтоб не переворачивали. Ну пока не переворачивать, но знаю, скоро начнут переворачивать. Корыто уже тягает с предстартом. Ну предстарт потихоньку начали уже употреблять. Давай туда пищи 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 пищи. Пищи пищи пищи, давай пищи пищи. Бежи туда! То есть по поросяткам всё вроде бы нормальды. льды эту я перевел сюда канторшу она покрыта перевел сюда эту клетку плитку вымыли и она готова эта клетка для новых поросят там он есть проходик и тут тоже вешают красную лампу ну получается так же сама как и здесь так само то не свободно бегают с клетки в клетку ей не мешает и сами тут а сидят где теплее и место и где разгуляться он бегает себе играет потихоньку и так само здесь эту клетку уже на готовили для опороса у нас сейчас буквально там 10 дней и будет пороситься кукляшка кукляшка покрыта нас тоже чистым дюрком друзья по насчет дюрку насчет поросят породы дюрку у меня все заказаны пока ну если будет я скажу есть свободные кому надо покупать и пока у меня свободных нет у меня даже не то что я уже молчу за вот эти которые есть наличие дюрки и хрячки и свинки все заказаны и также уже на эту тоже давным давно заказаны поэтому я сам не знаю сколько тут свинок сколько кабанчиков как останутся лишние я скажу что есть лишние а в основном кому надо тайгу ну по вопросам поросят в instagram пишите переходите в instagram пишите я отвечаю что там насчет твоих f1 когда привезут друзья скоро привезут уже не переживайте я так переживаю уже жду не один месяц скоро будут настоящие f1 покажу вам как привезут сразу же тот же день так что не переживайте покажу поросяток датской генетики я сам хочу свиноматок оставить чтобы у меня были настоять только подчеркну настоящие по день настоящих один зачем не настоящая по день для того чтобы и крыть допустим дюрком или петреном получать на выходе трех породный гибрид как на комплексе вот на комплексе покупается трех породный гибрид их можно оставлять и на свиноматку там по безнадёге вообще в идеале f1 для свиномат и также покрывает допустим если будут f1 крыть ёршером и также на выходе будут получаться опять же f1 то есть если покрыть f1 ёршером ёршер это английская крупная белая так сказать делаем шаг назад и на выходе тот же f1 опять же чтобы для продажи f1 и также для продажи двухпородного гибрида сейчас у меня допустим если будут продаваться паросята то в основном двухпородка патрон дюрок то есть канту тоже хорошие растут большими крупными растут хорошо вот у меня свинка первоходка фервиска покрыта не буду вспоминать я точно не помню потому что у меня кто ёршером кто дюрком ну вот она покрыта по моему ёршером это если ёршером покрыта то добавлены третья порода то то есть у неё получается у неё поросята будут трёхпородный гибрид и пьетрен дюрок и ёршер на выходе трёхпородный гибрид если она покрыта дюрком у меня я точно просто не помню это именно кто будет также двухпородка пьетрен дюрок сами канторы как свиноматка то есть пьетрен дюрок как свиноматка я не знаю поэтому ничего пока говорить не буду но посмотрим будут поросята посмотрим как они себя ведут как как свиноматки вот если чистый дюрок я знаю какая свиноматка то я знаю это уже не один год но чистый дюрок кто там тешится надеждами что идеальные хорошие свиноматки я вас боюсь разочарую потому что они не очень хорошие свиноматки она огромная крупная большая но у неё молока мало молоко нежирное и сама молочность сама по себе слабенькая это что касается дюрка да она выкармливает она выкармливает поросят то есть и поросят отбегают хорошие играются живенькие но они такие как у ну в других моих свиноматок они меньше они рождаются меньше они при отъеме меньше сами дюрки если чистый дюрок если дюрок чем-то мешаный то за получше а чистый дюрок они там тормозят какой-то месяц-полтора а потом начинает уже стартовать что мама не горюй ну то есть каждого я так уже всех знаю те которые у меня есть я понимаю сам наперёд что будет что ждать что ожидать тогда поросята хорошие люди веселенькие все прекрасно но не такие крупные как от других свиноматок также вот две свиноматки тоже кантор пьетрен и дюрок две породы хорошие кругленькие животы уже был отбивается там и узи делали я знаю что все нормально положительные результаты насчет покрытия тоже первоходки и тоже покрыть тоже будем смотреть как свиноматки сами как свиньи именно кантор ну на откорм вообще идеально и по выходу мясо хорошие сама вообще там тоненькие но как свиноматки будем смотреть эти тоже покрыты там у меня машка не буду уже туда заходить шугать лишний нас тоже она покрытая тоже ждем опороз каштанчик нормально держу его на минималочка так как чтоб не сильно поправлялся а так все нормально кто и не знает каштан у меня слепую незрячий но ходит по запаху хорошо и кроет хорошо вопросов по каштану нету как в реку единственное чтоб не перекаливать это у меня после зимы он сильно набрал веса и прыгал на свиней ну реально валит их тяжелая так вот так нормально час он нормальный худенький хлесткинкий высокий все отлично но все покрыты что искусственно кто криком здесь у меня получается обезьянка ну она видно уже и живот отбивается обезьянка у меня покрыто все хорошо положительно киевлянка возле обезьянки киевлянка что именно еще не знает тоже покрыта тут 1 ёршиком 1 дюрку это две покрыты также у меня получается в этой клетке в этой клетке вот кабанчик кастрированный вот этот это на мясо и также анфиса у меня покрыта анфиса вон под стенкой а это вот это именно свиноматка она вагул не заходит не загуливает то есть насчет загулом у нее полностью ноль поэтому судя по всему я ее хотел оставить тоже на свиноматку а потом думаю если она уже изначально такая проблемная то не буду даже пробовать не буду даже пытаться это что касается той-другой анфиса покрытая анфиса который он под стенкой то есть эти кабанчик и черно спины пойдут на мясо анфису оставлю на свиноматку анфиса киевлянка обезьянка это те которые покрыт то есть получается это меня было 10 свиноматка на данный момент 10 под вопросом и наверно мы ее не будем с ней даже голову морочить она не загуливает хотя все с этого выводка обезьяна киевлянка анфиса загуляли нормально покрыли а это именно не загуливает у нее формы такие хорошие спина широкая и передние лопатки то есть такая она вся как машина и не загуливает может она к лучшему а может и не к лучшему поэтому неизвестно пойдем дальше и даваем арматуру и заливаем вместе с арматурой любого бетона она так будет прочнее лучше и надежнее и так хотим все позаливать итак хотим все позаливать замешаем постараюсь что мы с саней уже сделали все уже готовы все клетки заливка всех клеток и сегодня только только что мы закончили центральные жалоба для навоза жалоба для навоза и что мы планируем дальше дальше мы планируем заливать по периметру с наружной стороны отмостки сантиметров 50 60 по наружке по кругу сарая зальем и полностью все заливки у нас будут вопрос по заливкам закрыт также мы хотим стены мы уже по оттирали где бетоном по заляпывали когда заливали стены оттерли сейчас оттираем нижние профиля квадрат труба 40 на 40 оттираем от бетона зачем мы оттираем от бетона во первых что сюда допустим ну там у меня два варианта обшивать будем эту нижнюю часть 50 сантиметров чтобы поросята не перескакивали а во вторых зачем мы это делаем будем скрывать два раза у меня хорошая есть битумная мастика еще тех строительных времен когда я был на стройке ведро у меня как-то осталось и так оно я не пользуюсь когда мне надо где-то что-то подмазать по кровельным делам по домашним вопросам и хотим нижнюю часть скрывать этой мастикой 50 сантиметров каждой стойке чтобы не так гнило от всякого там конденсата от мочи от воды и так дальше будем скрывать этой битумной мастикой пару раз там мастика очень хорошая поэтому даст сохранение самому металлу на очень долго сегодня у нас какое Сань сегодня у нас первое число да 23-го Санька от нас уезжает туда к себе на першик побудет нам по гостю и ты возвращается опять сюда мастикой скрывать пару раз вот видите как мы допустим бетон заливали она в бетоне мы отбиваем чистим щетками и потом будем скрывать потом дальше как я решил здесь будет еще 3 горизонтальных идти трубки раз два и три и все эти клетки перегородки вопрос будет закрыт на самые передние части двери у нас уже есть грубо говоря с транспортера их только нарезаем по нашему размеру как нам надо по 65 по 70 сантиметров на двери а трубочки вот эти которые я покупал в том году там тона с хвостом пойдут до дверей на передки то есть по клеткам грубо говоря чуть-чуть купить самого профилька ну я чтоб она одинаковая у меня то есть трубы но сваривать с кусков неохота то есть куплю там допустим 30 на 20 и поварим клетки продолжения там уже просто клетка ну типа решетки а нижнюю часть зашьем полностью чтобы поросята не лазили так же получается что у меня этот сарай этот сарай в основном для самых свиноматок то есть каждое отделение может там будет у меня два именно две клетки где будут стоять станки может быть и та которая поросится перегнал станок перед опоросом поросилась убрал следующую загнал то есть можно оставить пару клеток со станками для опороса ну а так получается весь сарай у меня в основном для свиноматок у меня сейчас уже десятое под вопросом там не покрыто девять уже покрыто девять свиноматок покрыто и так же я жду должны привести давно уже жду много обещанных F1 датской генетики то есть настоящие датские F1 жду вот 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 поэтому их тоже будет там штуки 3-4 тоже как свиноматки и вот получается там берем грубо 14-15 свиноматок вот у меня и клеток сколько то есть если взять по свиноматке в каждую клетку этот сарай получается только для свиноматок а где держать откорм там то я оставил где шифер у меня типа как откорм пока перебиться и так же вот допустим здесь ну здесь можно по 2 свиноматки пока они поросные просто держать так же вот здесь можно держать пока поросные по пару штук а так в основном этот сарай как бы у меня для свиноматок и для откорма надо думать у меня то есть он тот сарай газоблока ну там сколько там десяток можно откармливать там у меня ПТРН десяток откормил так же есть там еще там можно сделать там у меня 10 кантуров было откормили и рядом тоже клетка можно сделать тоже еще 10 то есть можно грубо говоря штук 30 одновременно держать может этим перебьюся может надо будет что-то думать и достраивать что-то делать на щелях типа такого но это как бы все думайте сами решайте сами быть или не быть поэтому посмотрим как оно будет дальше и что покажет то есть по сараю заливка готово дольем полностью уже отмостки а потом уже перейду сюда на сварочные работы вытяжки доведем до ума окна доведем до ума окна мы вытянули во время когда заливали сейчас похолодало закрылись сильно дует тянет сильно поэтому поэтому вот так ну и здесь я сразу поделюсь что будем делать еще еще будем делать что-то на потолок само осб чем-то закроем там тоже пару вариантов потом покажу на каком остановлюсь и так же воду сюда надо провести и сделать отопление ну грубо говоря еще есть работа ну а такое все именно физически тяжелое сделано физически тяжелое сделано мы у нас получалось по 2 клетки в день и там пару дней было что мы поднапряглись и залили по 3 клетки в день монолитом а так в основном по 2 клетки я думал вообще будет по одной хоть бы удавалось ну по 2 по 3 ну нормально ну сама работа по себе тяжелая ну я не скажу что аля улю очень хорошо заливка мне вышла получается сама заливка цемента на 6000 гривен и купил я ну грубо говоря берем не 5 800 это гранат сев и с доставкой берем тоже 6 12000 заливка вот это вся заливка 12000 а если бы я покупал бетон из ЖБК как многие я и сам понимаю оно лучше и надежнее и меньше головной боли то с подачей сюда с доставкой сюда ко мне от города где ЖБК 60 километров от ЖБК 60 то выходит получается я считал там в районе в районе до 30 тысяч гривен если брать столько сколько мне надо то есть 30 тысяч гривен или 12 ну я думаю вы понимаете почему я пошел на такие как бы жертвы по гранат севу получается я брал 10 тонн еще осталось наверно тона тона как раз хватит ее может чуть больше тонных на отмостке то есть гранат сева хватило но я с песком мешал получается две части гранат сева часть песка и одна часть цемента вот так бетон хороший крепкий меня полностью устраивает но у меня в том том сарае вот где плиткой обложены стены это уже два года я там заливал просто песок цемент и клей ПВА не знаю стоит нормально вопросов вообще никаких нет а тут еще и с раноцелом и с пластификаторами то есть тут вообще хорошо ну он еще сырой весь а уже крепкий уже мы кое-где подпиливали болгаркой искры летят ну хороший получается бетон ну то есть я думаю жалоб на него особо не будет но это не будет и у него нет он 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 Продолжение следует...